Центр города – один из самых популярных районов, как для одесситов, так и для туристов. Здесь есть все для хорошего времяпровождения – кафе, торговые центры и парки. Однако доступны они не всем. Мы прошлись по Дерибасовской, Приморскому бульвару и близлежащим улицам и посмотрели, насколько центр обустроен для людей с инвалидностью. Спойлер – людям на колясках здесь приходится устраивать гонки с препятствиями. Николай передвигается на коляске уже более 20 лет. За это время он видел, как на тротуарах появляются пандусы, тактильная плитка и перила, но до сих пор не увидел, как центр города стал доступным для людей с инвалидностью. Мы начали свой маршрут с Дерибасовской, передвигаться по которой людям на коляске крайне проблематично. Мешают летние террасы. Вот здесь, вот люди остановились сумками, чтобы меня пропустить. Я тоже ухожу. Посидеть в кафе, которые стали главным препятствием на Дерибасовской, тоже не всегда возможно. Лишь в некоторых заведениях предусмотрены столики, которые раздвигаются, чтобы коляска поместилась. Многие кафе и рестораны как бы недоступны, потому что там четко забитые, столики монолитно стоят просто. В самом, получается, горь саду, там есть пару кафе, где могут просто столики раздвинуть, заехать. Попасть с одной стороны улицы на противоположную у колясочников тоже не получится. Пандусы есть только на углу с Преображенской, либо через целый квартал. На углу, получается, Преображенской, Дерибасовской есть пандусы. Дальше эти пандусы только через два квартала. То есть на углу Дерибасовской, Гаванной, вот там вот есть пандусы. А сейчас вот просто нереально. Следующая точка маршрута – Греческая площадь. С Дерибасовской до нее нужно ехать по брусчатке, а пандус есть только возле пешеходного перехода и возле лестницы на самой площади. Однако подняться по ней можно лишь на электроколяске. На обычной это будет небезопасно. На коляске инвалидной здесь тяжеловато, потому что нету поручня с этой стороны, нету поручня с этой стороны. То есть высота здесь где-то более метра, длина этого пандуса метр четыре. Тут угол наклона больше, чем 10 градусов. Следующая остановка – парки на Приморском бульваре. В Стамбульске спуститься можно с горки, но чтобы подняться наверх, понадобится человек, который потолкнет коляску. А вот в греческий парк спуститься нельзя никак. Лифт не работает уже почти полгода, пандуса вообще нет. Как вы думаете, что находится сзади меня? Написано туалет, ватер-клозу, тут для инвалидов, да? На самом деле это не туалет, это лифт для того, чтобы спуститься сюда в греческий парк. Но он не работает. То есть что там в этом парке, я не знаю, честно. Потому что спуститься я не могу. Закончили маршрут мы на хорошей ноте. На улице Преображенской совсем недавно сделали капитальный ремонт. Теперь здесь есть и пандусы, и тактильная плитка, и даже прикрыты водостоки. Вот эта улица из 5-5, честно. Вот сделали шикарно. По итогам нашего рейда можно сказать, что люди с инвалидностью в центре города отдохнуть не смогут. Для этого придется приложить слишком уж много усилий. Александр Явник, Наталья Довбыш, телеканал Репортер. Продолжение следует...